МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Динамо Барнаул на пороге одного из ключевых сезонов в истории. К чему готовятся футболисты? Последствия пожара в Егоревском районе. В поисках пропитания животные выходят к людям. Студентов-цельвяков Барнаульского медколледжа за последние годы стало больше в три раза. После выпуска многие уезжают работать в сельские ФАПы и бригады скорой помощи. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с молодыми специалистами и рассказал, какие меры поддержки регион готов оказать начинающим медикам. В тренировочном центре базового медколледжа студенты отрабатывают навыки. Каждый из них уже решил, что посвятит свою жизнь помощи людям. После учебы молодые специалисты отправятся работать в сельские ФАПы и в бригады скорой помощи. Самые сложные и востребованные направления медицины. Это было с детства. Это была тяга к помощи населению, тяга к помощи родным, знакомым. С детства хотелось помогать. За смелый выбор ребят поблагодарил губернатор края Виктор Томенко. Он рассказал о помощи, которую получают студенты, а затем и молодые специалисты. Для целевиков, которые после учебы будут работать в селах и на скорой, в крае ввели собственную меру поддержки – повышенную стипендию в 50 тысяч рублей в год. В колледже отмечают, за два года студентов-целевиков стало больше в три раза. Сейчас у нас порядка ста человек, а буквально три года назад их было 28 человек. И целевой договор, он все больше зарекомендовал себя как более эффективную такую меру поддержки. И вот он дает гарантию, во-первых, рабочего места, несмотря на то, что как бы вакансии есть, но ребята четко понимают, и не будут работать. Поддерживают сельских медиков и после учебы. Губернатор отметил, что по федеральной программе «Сельский фельдшер» специалисты получают по 750 тысяч рублей. Всего за три года на Алтае планируют направить полтора миллиарда рублей на привлечение медиков в города и села. Мария Мацева, Данил Кузнецов, День с толком. И в продолжении темы программы «Целевое обучение и стимулирование студентов» по программам среднего профобразования в Алтайском крае признали одной из лучших в стране. Это стало известно по результатам всероссийского конкурса лучших практик в системе гос. и муниципального управления. Напомним, программу ввели в регионе в 2021 году для укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов. Через нее прошли 90 студентов. Также на конкурсе отметили и другую программу нашего края «Компенсация обучения в ординатуре». В этом году обучающимся возместят до 300 тысяч рублей за один год. Всего же в программе участвует 98 ординаторов. С июля в Алтайском крае прибавку к зарплате в размере 9 тысяч рублей получат врачи-пенсионеры, которые остаются работать в медучреждениях. По 6 тысяч рублей будут доплачивать фельдшерам и медсестрам старшего возраста. Прибавку получат и молодые специалисты. Какие еще нововведения ждут россиян, в том числе жители нашего края, коротко далее. Кроме врачей, фельдшеров, медсестер, которые получат прибавку, а это касается исключительно Алтайского края, прибавку получат сразу три категории россиян-пенсионеров. В первую очередь доплату в 7,5 тысяч рублей назначат тем, кому в июне исполнилось 80 лет. Увеличение пособий по старости ожидает и тех, кто в мае представил дополнительные документы для учета нового стажа. Пенсионеры, которые оставят работу в июле, начнут получать повышенную выплату сразу. Раньше на перерасчет уходило три месяца. Особых заявлений при всех этих случаях подавать не нужно. Приятная новость для туристов. С 1 июля открылся портал субсидированных авиаперевозок. В тестовом режиме льготная программа будет действовать до 1 июня 2024 года. Благодаря этому жители дальних регионов страны и некоторые категории населения смогут приобрести билеты на самолет в упрощенном виде. Кто и кому предоставляют такие услуги, можно узнать на сайте Росавиации. С начала июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки. Его размер составит 7 рублей за литр. Речь идет о безалкогольных напитках, которые делают с использованием сахара или подсластителей. При этом их содержание выше 5 граммов на 10 миллилитров. Доля этилового спирта не должна превышать 1,2%. Акциз не затронет соки и напитки на растительной основе. Также продукты брожения, квасы, морсы, нектары. Ну и новшество для автовладельцев. Вопросы со страховщиками по ОСАГО станет проще урегулировать в онлайне. Если раньше через портал госуслуги автовладельцы могли только оформить ДТП, то с 15 июля смогут онлайн урегулировать споры по ОСАГО. Согласно Европротоколу оформив заявление о возмещении ущерба и направив его напрямую в страховую компанию. Татьяна Голубева, День с толком. Домашние животные уют в доме. Но если их 10 и за ними не ухаживать, для остальных жителей это может стать адом. Так жильцы одной барнольской и многоэтажки уже не первый год борются с нерадимым соседством. Подробности у Юлии Щепиной. Свободно не вдохнуть, жалуются жители дома на микронной 137. Так пять лет назад одна из жительниц в своей квартире организовала кошкин дом. И теперь остальные вынуждены задыхаться. Ей начинаешь говорить, она у меня все не пахнет. Это, мол, пахнет канализацией. Ну и действительно тут из-за кошек. Источником зловонного аммиачного запаха является квартира 75. С ее жительницей к нам, к сожалению, пообщаться не удалось. Жительницу квартиры 75 зовут Наталья, говорят соседи. По их словам, женщине на вид около 35 лет. Ведет асоциальный образ жизни и сама источает за фашистый душок. Держит она 10 кошек. И вы знаете, вот запах такой в комнате страшный. Вот. Я не знаю, как она убирает, что она там делает. Ну, в общем, знаете, я обращалась неоднократно и куда только. Вот. А вы знаете, никаких абсолютно мер не принимают. По словам жильцов, обращались в Роспотребнадзор, администрацию и прокуратуру. Однако это не помогло. Хозяйка никому не открывает дверь. Так вчера дважды приходил сотрудник полиции. Итог ушел ни с чем. Сейчас будет весна, осень. Тут вообще невозможно заходить. Прям дверь открываешь, и запах такой идет. Кошатины. Ко мне друзья приходят, говорят, господи, как вы тут живете. Мы привыкли уже, куда деваться. Владелица кошачьей десятки питомцев называет своими детьми. Однако одного котенка она недавно выкинула с третьего этажа. Жалуются жильцы соседних квартир. Соседи, которые непосредственно живут сбоку, то есть они говорят, она сначала с ними начинает разговаривать. С кошками у нас стены тонкие, все слышно. Потом она начинает чем-то бить. Кошки начинают дико орать. Специалисты считают, первым делом нужно зафиксировать обстановку, которая нарушает права жителей с помощью ведомств и органов самоуправления. Штраф за нарушение таких норм составляет от 500 до 1000 рублей. Кстати, такой штраф Наталье уже выписывали. Если же эти действия не помогают, жители могут пойти на более серьезные меры. Возможный процессуальный доход – это обращение с исковым заявлением. И в этой ситуации, если квартира муниципальная, то здесь у нас, соответственно, наймодатели, это администрация района и города, могут выступить с исковым заявлением о выселении такого лица в другое жилье, соответственно. Если это все-таки частная собственность, у нас в гражданском кодексе есть понятие бесхозяйного обращения с имуществом, которое может в дальнейшем явиться основанием для обращения с иском о прекращении права собственности. Таких примеров немного, но они есть по стране. Одной жалобы для такого судебного решения недостаточно. Поэтому все те фиксированные обращения в ведомство пригодятся. Жильцам остается лишь объединяться и сообща решать неприятный внутридомовой вопрос. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. Отличники в учебе, первые в спортивной сфере, участники всероссийских мероприятий, авторы изобретений. Это все про талантливых выпускников политехнического вуза. Но пустые слова лучшим из них ректор университета сказал лично. Подробности встречи у Дмитрия Дроздова. Статус лучших принимают волнительно, но заслуженно. Сегодня 73 отличившихся выпускника Алтайского технического университета и колледжа ждет последний прием ректора. Знаете, наверное, вот все-таки процент лучших, он примерно одинаковый всегда. Я бы сказал, что растет не количество, а растет качество. Эти студенты не просто ходили в вуз, они ставили цели и успешно их добивались. Это отличники, спортсмены и творческие активисты. Победители Олимпиад, авторы изобретений и собственных методик, эффективность которых доказали еще за партами. Разработка технологии пищевого концентрата напитка на пророченных семенах амаранта. Это сухой порошок по типу кофе 3 в 1, который можно высыпать в кружку, залить горячей водой, размешать и выпить. Бодрость также по типу замены кофейного напитка. Каждый студент получил благодарственное письмо от ректора и вписал свое имя в список лучших в этом году. С отличием в вуз закончили около 200 выпускников, а всего их около 2000 молодых и востребованных специалистов. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. В Егорьевском районе воспитывают маленькую косулю, которая осиротела во время масштабного лесного пожара и вышла к людям. За две недели сотрудники базы отдыха привыкли к косуле и даже дали ей имя – красавица. По словам ветеринара, малышку можно отпускать в лес, но она сама не хочет уходить. Бегает по территории, щиплет травку, пьет козье молоко и отлично себя чувствует. Позволяет сотрудникам и посетителям базы погладить себя и сфотографироваться. Жители Егорьевского района рассказывают, что за последние недели к людям стали часто выходить детеныши животных. Пожар лишил их родителей и в поисках пропитания малыши приходят в населенные пункты. А в юбилейном парке продолжается второй этап благоустройства, но там уже вовсю думают о третьем, ведь совсем недавно горожане вновь отдали свои голоса за дальнейшее преображение юбилейного. Ход благоустройства накануне осмотрел губернатор региона Виктор Томенко, пообщался с представителями общественного совета парка и с теми, кто выбирает для прогулок территорию юбилейного. За прошлый год сделана основная была наша аллея, которая в принципе пересекает весь парк полтора километра. На входе в парк установили огромный макет. Замглавы города Антон Шеломенцев рассказывает губернатору, каким раньше был юбилейный и каким он становится сейчас. Решение о реконструкции объекта приняли еще в 2021 году по итогам голосования жителей. В 2022 и 2023 годах на его благоустройство предусмотрено более 187 миллионов рублей. Более 96 из федерального, чуть больше 74 из краевого и 16,5 из городского бюджета. Сейчас идет второй этап реконструкции, горожане же недавно проголосовали за третий. В основу своей как раз легли площадки спортивного направления, развлекательные, детские, площадки для выгода животных. Особенность юбилейного в том, что в разработке эскизного проекта парка активно участвовал общественный совет, который появился еще до начала реконструкции. Активисты не прекращают работу и сейчас. Мне, знаете, интересно, вот как все-таки жители, общественные, здравствуйте. Как жителей вы вовлекаете? Какой-то сайт есть, какая-то группа есть, что-то как... Да, у нас группы есть, в WhatsApp группы есть, да, обязательно. Мы когда субботник 14 мая 2021 году проводили, собрали где-то, у Любови Николаевны, где-то около 500, человек 500. С тех пор в парке не только убрали мусор, здесь появилась красивая центральная аллея, светильники и система видеонаблюдения, скамейки и урны. За масштабные изменения губернаторы и общественников благодарили. Просто гуляющие в юбилейном. Здравствуйте, здравствуйте. Такой замечательный парк у нас, преобразил тебя рядом с домом. Вы рядышком живете? Да, как вас зовут? Да, через дорогу. Марина меня зовут. Да, очень приятно. Мы всей семьей любим гулять, проводить время. На самокатах, с колясками, все очень нам нравится. Ждем дальнейшего преображения. Спасибо, что вы обратили внимание на такой замечательный парк. Спасибо, спасибо все. Он требовал времени и возможности восстановления. Самое главное, что людям нравится, они обратились. Вот общественный совет целый у нас создан, где наши коллеги. Жители выбирают парк не только для прогулок, но и для разного рода активности. Например, Владимир – представитель сообщества экстремалов. Вместе со своими друзьями три года назад в юбилейном построили трассу для экстремального катания. Так как у нас скейт-парков нет в Барнауле, нам пришлось свой сделать скейт-парк. Пока нет. Пока мы… Да, в следующем году. Как раз скейт-правее, правда, там территория более предназначена для организации этого пространства. Будет хороший, большой, профессиональный такой скейт-парк. Во время его строительства планируют привлекать таких профессионалов, как Владимир, чтобы новый скейт-парк соответствовал всем пожеланиям любителей экстрема. У юбилейного огромная территория. И в течение нескольких лет, по мнению людей, и губернатор с ними согласен, парк может стать одним из любимых у горожан. Мы вообще за последнюю пятилетку 134, я просто вот так сейчас на память помню, когда-то к каким-то событиям готовился, 134 таких общественных пространства по краю благоустроили на сумму больше 2 миллиардов рублей. То есть, в принципе, вот то, что объектов очень много, из них же надо что-то выбрать, и здесь голосование жителей, оно очередную роль играет, и поэтому вы молодцы, что это движение и поддерживаете, и ведете, и людей вовлекаете. Виктор Томенко просил общественников и дальше активно сотрудничать с властями, чтобы идеи, которые возникают у горожан, впоследствии воплощались в реальность. Ведь общественные пространства города меняются благодаря предложениям и голосам его жителей. Именно они заинтересованы в том, где им отдыхать и проводить время, не покидая Барнаул. Татьяна Голубева, день с толком. Футбольный клуб «Динамо Барнаул» ждет один из ключевых сезонов. Все из-за реформы Российского футбольного союза, в рамках которой изменили структуру лиг. За что теперь борются игроки, расскажет Дмитрий Дроздов. До первой игры нового сезона у «Динамо Барнаул» считанные тренировки. Мяч ведут надежно, но напряжение чувствуется. Во-первых, приходится постоянно отбиваться от комаров. Во-вторых, на кону слишком многое. У полузащитника Михаила Осипова вообще двойная нагрузка. Он летом женился. Да у меня в прошлом сезоне была мотивация работать на свадьбу. Но сейчас как, грубо говоря, семью содержать, надо каждую игру выигрывать и все. Работать в барнаульской команде придется интенсивно и слаженно. Новый сезон и новый вызов, вернее, реформа. Российский футбольный союз изменил структуру лиг. Ту, в которой сейчас «Динамо Барнаул» разделили на дивизионы А и Б. Алтайские футболисты – в Б. Он, в свою очередь, делится на четыре группы. Победа в ней подарит шанс «Динамо» перейти на ранг выше, в дивизион А. Каждый матч крайне важен. И еще одно изменение, приятное для болельщиков – сезон начнется в июле, а не осенью, как это было до этого. Этот сезон мы играем как укороченный, на следующий год мы на полноценное оперенство переходим. Странно, когда стадион стоит полу-лета пустой, а потом в ноябре. Вы же понимаете, тогда если переводить, нужно переводить все вертикаль. Все равно такого не должно быть, это эксперименты над нами стоят. Мы находимся в тех условиях, которые нам предложили. В нашей группе 9 конкурентов, 6 команд знакомы, с тремя встретимся впервые. Это Тольяттинский «Акрон-2», Казанский «Рубин-2» и Уралис из Нижнего Тагила. Тренинский штаб уверен, прогулкой это не будет. Но и изобретать новые тактики не намерены. Мы будем исходить именно из того, что у нас есть наличие именно по людям, что люди эти умеют. И нам нужно именно как раз, чтобы все самые лучшие свои качества они проявляли именно в календарных матчах первенства. Опыт Корюкина, Галеодорская, Чучье Завьялова, Хладнокровия Бакая, ставка на сильные стороны игроков. Спортивные журналисты уверены, это будет один из ключевых сезонов для «Динамо Барнаул». В виде всех новых реформ и перестановок в лиге, я думаю, что это сыграет «Динамовцам» на руку. С их боевым характером они смогут здесь зацепиться. Если мы не выигрываем и остаемся на этом уровне, то мы уже даже фактически являемся не во втором дивизионе. Если вот это по рангу посчитать, это уже, наверное, будет какой-то там третий, четвертый, пятый эшелон российского футбола. Это как бы уже совсем не очень хорошо. Сейчас, конечно, на старте делать какой-то однозначно очевидный прогноз сложно, учитывая, что вот же опять был товарищеский матч. Уступили в Новосибирск, у дома 0-3. Это была закрытая история. Тем не менее, тем не менее, я все-таки жду, что «Динамовцы» поборются как минимум. Я думаю, что их болельщики очень хотят того, чтобы команда ушла в группу «А». И как минимум бороться за, не знаю, там, это первое место, я думаю, что они в состоянии. Борьба начнется 16 июля в матче с «Уральцем» из Нижнего Тагила. В этот день алтайские футболисты будут надеяться на вашу поддержку на Барнаульском стадионе. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok